МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Особое место в вашей творческой биографии занимает Краноцкий биосферный заповедник на Камчатке. Расскажите, пожалуйста, как жизнь вас свела именно с ним? Ну, вообще, когда я работал директором заповедника Брянский лес, меня туда командировали на Камчатку в составе комиссии по проверке Краноцкого заповедника. Неделю мы там сидели в конторе, проверяли деятельность заповедника. А в последний день нас забросили, собственно, только сутки был. По-моему, это был 96-й год на территории Краноцкого заповедника. Но это так меня поразило, что я пообещал себе когда-то туда обязательно вернуться. И вот долго собирал материально-технические ресурсы, наконец собрал на поездку в Краноцкий заповедник. И я поехал туда, ну, как я тогда думал, на две недели. Но то, что я там увидел, эту дикую природу, то есть я оказался в прошлом, в прошлом, которое всюду уже потеряно, а там оно сохранилось. И вот то, что я увидел, меня так поразило, что 10 лет прошло с того момента, как я туда приехал на две недели, а я как бы все еще там. Даже эта экспедиция через Россию, это не куда-нибудь экспедиция, экспедиция на Камчатку. И Камчатка стала моей второй родиной, Краноцкий заповедник. Но нужно отметить, что ваш сын является директором этого заповедника. Ну, теперь, да, теперь сын является директором заповедника. И все сыновья уже там побывали, и семья на Камчатке уже долго. Жена и младшие дети жили на Камчатке. Младшие дети пойдут по вашим стопам? Ну, вот вырастут, увидим. Но, во всяком случае, если они запечатлевают именно такую жизнь, это поездки, медведи, там дети, которым там 5-6 лет, они еще писать, читать не умели, но, скажем, они уже прекрасно управлялись верховыми лошадьми и фотографировали медведей. Да-да-да. То есть дети. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас у них, как и у всех, подростки. Сейчас у них айфоны, айподы, айпэды. И как бы вот этот возраст такой, что надо наиграться. Но самое главное, личный пример перед глазами. Это очень важно. Вы заговорили о медведях. Расскажите, пожалуйста, каким образом вам удается их сфотографировать, запечатлеть? Это проще всего. На самом деле медведи — это самые легко фотографируемые животные на Камчатке. Их там просто много. Во-первых, Храновский заповедник — это ни в одной особо охраняемой природной территории мира, всего мира нет столько медведей, сколько в Крамовском заповеднике. И плотность медведей, то есть количество медведей на единицу площади, там тоже самое высокое в мире. Скажем, с крыльца своей избушки, без бинокля, я видел 36 медведей сразу. Вот это да. Я фотографировал по 20 медведей, которые стоят плечом к плечу на берегу реки. 20 медведей вместе. Вот раньше мой рекорд встреч за один день, когда я, скажем, еду на моторной лодке по берегу озера, у меня был рекорд до этого года 102 медведя. А в этом году я побил свой личный рекорд, теперь у меня в течение 11-130 встреч с медведем. Это очень много. Нигде в мире такого количества медведей нет. И, естественно, это очень особый и очень интересный опыт, это жизнь среди медведей. Потому что все случалось за эти годы. И я на медведей нападал, и медведи на меня нападали. Вы нападали на медведей, это интересно звучит. На самом деле лучший способ спасения, это всегда нападение. У меня был такой случай, что я отдал ружье своему сыну, а сам пополз к норе лисей, где игрались лесятые, чтобы сфотографировать их, увлекся. Не видел медведя, а медведь недалеко пас, за переломом местности пас и кушал ягодки. И когда я пополз, медведи уважают меня, когда я пешком иду. Ну, вот иду на ногах, они понимают человека. А когда я ползу, они думают, ой, это больной человек, ему, наверное, жить надоело. И, в общем-то, чего ему мучиться, давай-ка я его сейчас убью. И этот медведь пошел на меня с явным намерением меня там убить и съесть. А сын в это время увлекся, он там начал смотреть в сторону океана, а накат океана, волны, шум. Вот. И я смотрю на сына, он с ружьем стоит и смотрит на океан. И медведь ко мне уже пошел, вот так уже разгоняется. Я скакиваю уже на ноги и начинаю кричать. Там ружье кричу. Сколько есть сил у меня в глотке, вот я кричу, ружье. Он не слышит, потому что ему волны ближе, чем я. И волны гремят. Вот. И, а медведь на меня летит. И вот я встал, я поднял свою сумку с фотоаппаратами и пошел на медведя. И его смутило. Вот. И когда я увидел на его, так сказать, морде некие сомнения, в этот момент я всю сумку с фотоаппаратами, это довольно тяжело, просто бросил ему по морде. Это совсем, это вот расстояние было такое, как вы. Вот это да. Вот. И медведь был шокирован таким поведением. И развернулся и убежал. А уже вот в этом году, когда я уже оказался, доехал до Камчатки, у меня было пару недель замечательных на Курильском озере, я пошел утром за водой, ну и, как всегда, не взял ружье. Как-то вот, когда возле дома кажется, что это, ну какая опасность возле дома. Вот. И только подошел к озеру, и тут из-под обрыва реки на меня бросилась медведица. Просто, а тут же спал ее медвежонок рядом, я чуть не наступил, а в сумерках я не заметил ее. И она на меня бросилась, и я ее с размах ведром пустым по голове огрел. Вот. Ну, тоже для медведицы, как бы, я понял, что вот я правильно сделал, потому что медведицы и медвежонок, там сразу же вместо того, чтобы продолжать атаку, они просто убежали. Вы говорите, что очень много сейчас отстреливают медведей на Камчатке. А причина в чем? Да, это беда на Камчатке сейчас. С каждым годом отстреливают все больше и больше медведей, которые вступили в конфликт с человеком. Вот. Беда в том, причина нашей экологической безответственности, неграмотности иногда. Вот сейчас, ну, в нашей стране вообще стало много, скажем, автомобилей, а на Камчатке их особенно много, потому что рядом Япония. Вот. Машины на Камчатке очень дешевые, тем более увезти их в Россию очень сложно, нет дороги на Камчатку. Вот. И там по несколько машин каждой семьи, люди стараются уехать куда-то на природу, встречаются с медведями и кормят их, скажем, сначала через окно автомобиля, через дырочку там в стекле. А медведи связывают машины, людей и пищу. Они очень быстро дрессируются. Медведи очень умные, гораздо умнее собак. Дрессируются проще собак гораздо. И они начинают понимать, что человек, машины, это еда означает. То есть сейчас тебя угостят вкусной человеческой пищей, высоко белковой там. Вот. И уже издали увидев машину или увидев человека с рюкзаком, они бегут к ним. Вот. Отнимают рюкзаки у туристов, разрывают. Известный случай, каждый год на Камчатке стали погибать люди, которые не готовы были к таким встречам. Идут просто люди куда-то там на рыбалку, туристы. Вдруг вылетает медведь и начинает сказать от него что-то требовать. Вот. Естественно, таких медведей отстрелили. В этом году рекордное количество медведей отстреляно. 200 медведей. То есть получается, изначально человек приучает? Я имею в виду осенью 2013 года. Не в этом году, в этом году еще. Слава Богу, пока еще без конфликта. Человек приучает. Да, приучает. То есть это безответственное поведение. То есть люди просто не понимают, чего они творят, когда кормят медведей. Вот. Нигде, ни в заповедниках, ни просто... Медведь не то животное, которое он надо прикармливать. Потому что у меня знакомые погибли, были убиты медведями. Фотографы известны. Мичио Хошина, это такая японский фотограф, знаменитый, всю жизнь снимал медведей. Был убит медведем. Виталий Николаенко, фотограф, мой коллега по Крановскому заповеднику, был убит медведем. Это очень серьезный и опасный зверь. И относиться к нему надо очень осторожно, с большой ответственностью. Игорь, расскажите нам, пожалуйста, как проходит работа над фотографией? То есть вы берете свой фотоаппарат, например, собрались, на завтра наметили себе съемку, или несколько дней вы готовитесь... Нет, все гораздо сложнее. Или проще. Нет, так вот. Если ты хочешь добиться серьезных очень результатов, то так не получится. То есть под фотографию дикой природы, под фотосъемку животных, надо полностью переустроить свою жизнь, перепланировать. От чего-то от многого отказаться, чтобы снять так, чтобы люди сказали, да, это надо сохранить. Надо отношение твоё, чтобы было видно. Надо это любить. По-настоящему любить. И как, скажем, мать, которая для своего ребенка не жалеет никаких усилий, вот, так и фотограф. Например, если вот он будет экономить свои усилия на подготовку фотографии, вот, например, смотрите, чтобы попасть на ту же Камчатку и снимать этих медведей, мне пришлось отказаться от всех своих дел здесь, в Брянской области. Я ушел с поста директора заповедника, чтобы я, значит, поехал на Камчатку, сменил место жительства, поселился в избушках там каких-то, где нет ни электричества, ни воды, ни туалетов теплых, вот, из благоустроенного коттеджа. И, в общем-то, надо очень много вложить в то. Но добраться до этих мест безлюдных, это тоже отдельная история. То есть недостаточно иметь какую-то хорошую аппаратуру, хотя аппаратура стоит дорого. Вот. Но аппаратура, вот, в этом вопросе это почти ничего не значит. Вот. Значит, первое, ну, это как, что значит снять фотографию? Значит, надо, чтобы снять фотографию, надо очень хотеть что-то снять, для чего-то это снять. Вот. И самое главное иметь не фотоаппаратуру, а желание. Одного желания мало, надо иметь опыт, потому что животных снимать очень сложно. Надо знать повадки каждого животного, надо знать, где они обитают. Надо, в конце концов, если ты оказался в дикой природе за 300 километров от ближайшего человеческого поселения, выжить там просто. Знать, как выжить. Мне приходилось там и в снежных норах жить, и в скоротках ночевать, и, в общем-то, и просто не спать, потому что заснуть нельзя было лечь, кишели медведя вокруг. Если лег бы, заснул бы, потерял бы обдительность, просто бы съели. Пришлось всю ночь там ходить, чтобы не заснуть. Вот. И такие случаи были. Вот. И тут другое, что вот ради чего ты это снимаешь? Вот если у тебя есть, ну, я вот снимаю для чего. Вот один раз я поселился на целый год в избушке на реке Краноцкая. Целый год. Я поселился там, вот почему. На этой реке Краноцкая, прямо в заповеднике, ну, люди задумывали строить гидроэлектростанцию. Построить гидроэлектростанцию, значит, в центре заповедника, значит, угробить этот заповедник, значит, угробить эту дикую природу. И, в общем-то, электростанция эта, в общем-то, не сильно нужна, потому что на Камчатке переизбыток электроэнергии. И там населенных пунктов, собственно, один город Петропавловск-Камчатский, куда эту энергию передавать можно, но до него 300 километров. Линия электрическая в таких вулканических условиях будет стоить дороже, чем сама электростанция. Ясно, что это отмывочный проект. Кто-то решил легко заработать большие деньги. Но это обсуждалось серьезно на уровне губернатора Камчатки, на уровне Министерства природных ресурсов. Вот. И я туда поехал, на эту реку, и поселился на целый год, чтобы оттуда, с этой реки, рассказывать, что мы потеряем, если электростанция будет построена. А так как животные быстро меня перестали считать врагом своим, не чувствовали, что я не преследовал их, и снимал медведи с такого расстояния, как вы от меня сидите, лосей и все прочее. И я каждый день, у меня была интернет-тарелка с собой, я каждый день читателям своего блога рассказывал о том, что там происходит. И блог стал очень популярным. Я именно тогда вошел в топ-10 в Рунете. Популярный блогеру. И временами по популярности, когда я там жил, мой блог там был иногда популярнее, блога многих таких политиков и знаменитых людей. То есть людям это надо, эта информация. Она востребована. Люди хотят об этом читать. И, ну, к счастью, Министерство природных ресурсов повело себя жестко и не согласовало строительство этой электростанции. И как бы все рассосалось само собой. А все равно у меня-то осталась книжка о жизни вот среди дикой природы. И вот мне снималось, то есть меня нисколько не смущалось, что надо рано вставать там или поздно возвращаться. Физическая усталость. Мне очень хотелось помочь этой реке. Если там действительно, вот как мать не чувствует усталости, выращивая ребенка, так и в тот момент я снимал вот в таком родительском, что ли, режиме эту реку и все, что живет рядом с этой рекой. Чтобы показать, что мы можем потерять, если будет построена эта электростанция. И я также хорошо помню, что мне очень легко и продуктивно работалось, когда мне хотелось собирать эти вот аргументы в пользу создания заповедника Брянский лес. Мне тогда там было 20 лет, но опыта не было. Но энтузиазм и желание создать заповедник помогало. И вот я помню, что в Брянске была выставка, где Аиста Черного дома эта выставка называлась. Вот именно о местах этих. То есть фотография должна... Цель какую-то преследовать, да? С моей точки зрения. Может быть кто-то, конечно, другое творческое кредо может быть на мою творческое кредо. Если ты взял в руки фотоаппарат, то делай им что-то доброе. Игорь, скажите, а вы изучаете тех животных, которых снимаете? Ну, конечно, когда готовишься к серьезной съемке. Вот я когда на Камчатку собирался, я в отношении Медведев перечитал всю доступную мне литературу. Вот. Но теоретически знаний этого мало. И прежде чем начинается съемка, ты, конечно, сначала наблюдаешь. И порой твои наблюдения расходятся с тем, что ты читаешь у теоретики. Да? Вот. Естественно. И просто ты находишь много нового, становишься свидетелем или автором даже каких-то удивительных открытий. Например, мне удалось додокументировать то, что, в общем-то, ученые считали какой-то чепухой. Во всех серьезных научных трудах написано, что медвежья семья – это закрытая семья. И никогда медведицы не принимают в семью чужих детей. Вот. А я же снял это. Вот. Как погибла мать у маленького медвежонка, сигалеточка, который родился полгода назад всего лишь. И он был усыновлен семьей. Медведицы, у которых были свои полуторагодовалые дети. Вот. И на протяжении многих месяцев они вот вместе жили. То есть вы наблюдали этот процесс? Я не только наблюдал, я его задокументировал. То есть сейчас уже ни у кого сомнений нет, что такое случается. Вот. Ну и жизнь всегда богаче. Вот. Той литературы, которая не существует. Вы же знаете. Скажите, а есть ли любимые животные, которых вы снимаете? Или такой вопрос вообще неуместен? Ну да. Это как у матери опять же спрашивать, какое у тебя любимое дитя. Вот. То, которое более трудное, да. Ну, когда ты снимаешь, погружаешься во что-то. Снимаешь лис, погружаешься в лис. Лисы кажутся замечательными животными. Начинаешь снимать аисты. Ой, какие красивые птицы. Вот. Я помню, как-то я из Калмыкии вернулся, где там в степях снимал журуля красавку. Вот кто-то спросил, а какая у тебя любимая птица? Я говорю, конечно же, журуля красавки. А потом думаю, господи, у меня всегда были черно-аисты любимыми. То есть я в этом отношении человек ветреный. Мне нравятся те животные, которые сейчас рядом, которых ты наблюдаешь. А сами снимки, есть ли снимки, которыми вы наиболее гордитесь? Или вот они вам больше всего ближе к сердцу? Нет, я бы не... Есть несколько, которые опять-таки, наверное, наиболее тяжело дались. У фотографа очень часто бывает эмоциональная связь, эмоциональная какая-то пуповина такая с фотографиями. Вот. И получается, что, кажется, фотография наиболее тебе дорога та, которая там тяжело далась. Где-то там пальцы отморозил, там, я не знаю, там, щеки отморозил. А ведь зритель-то, он не знает об этой эмоциональной связи, он смотрит на результат, на сухой остаток. Вот. И часто это расходится. Да, у меня есть любимые фотографии. Ну, если их показать другим людям, ну, рядовые фотографии. Ну, просто как... У меня они вытягивают какой-то там ассоциативный ряд. Вот. Вот хотелось бы узнать, каким образом удается запечатлеть такие необычные кадры. Давайте посмотрим сейчас на экран. Фотография дикой природы, самая большая, так сказать, добродетель, что ли, это терпение. Вот. Нельзя пойти, взять фотоаппарат, пойти на берег там реки и тут же что-то снять. Надо к этому готовиться, надо ждать неделями, порой и месяцами ждать. Ну, ведь это вот такие кадры, которые не повторяются. Ну, вот, например, вот туры, да. Дагестанский тур, два дагестанских тура, у них ритуальный бой на фоне освещенной горы, силуэты их. Ну, вот полтора месяца я жил в палатке на склоне, на крутом склоне, на таком крутом склоне, что там камни катились мимо палатки по ночам там, да. Когда туры спускались, они спускали камни, камни катились вместе с туров, ну, впереди туров. Настолько круто было. И спать нельзя было, горизонтальное положение нигде нельзя было принять, потому что это крутой склон. Больше месяца на леднике, в Безингийском леднике, на Кавказе. Ну, вот результат какой-то. То есть вы действительно поднимаетесь в горы для того, чтобы... Ну, мой стиль вообще это... Я никогда не езжу на съемку на день, на два, на три. Я если уехал, ну, это на месяц, чтобы приехал, вникнуть в ситуацию, понаблюдать, посмотреть о том, о чем мне пишут вот в книжках. Вот. И только после этого уже взяться, берешь камеру и начинаешь снимать. Вот. То есть ты очень много тратишь времени и сил на организацию каждой съемки. И, в общем-то, если ты только этим и живешь, то результат, он обязательно придет. То есть ты просто обречен на какой-то результат. Вот поэтому видишь уникальные моменты. Ну, не потому что я такой счастливчик, а просто я высиживаю это. Я просто провожу десятки и сотни часов, наблюдая за ситуацией. Награда за ваше трудолюбие, да? Ну, это вот в ландшафтной съемке тоже такое же. Да, вот по поводу ландшафтной съемки, давайте посмотрим сейчас еще раз на экран. Надо ждать порой неделями какого-то, состояние неба, скажем, какого-то. Или часто бывает так, что тебе просто некогда ждать, скажем, если снимаешь с вертолета, тут уже наоборот. Вот, наверное, вот этот снимок с вертолета, да? Ну, тут ничего так особого. Ничего особого? А нам кажется, это очень необычно. То есть это с вертолета снимок? Да, это с вертолета, но в вертолете просто... Я знаю, что когда я первый раз пролетел на вертолете и снимал в иллюминатор, у меня там 90% снимков, это был просто технический брак, потому что я просто не понимал, как снимать. Он ведь дрожит. Он весь трясется, да, вертолет, и надо было превратить свое тело в такой гироскоп. Вот, и вообще, когда прилетаешь с вертолетной съемки, все мышцы у тебя болят. Просто потому что ты, когда... Ты стараешься быть вот прокладкой между вертолетом и камерой, вот, и ловишь этот момент, чтобы стабилизировать камеру, на самом деле ты, когда это делаешь, это не замечаешь, но вернувшись на землю, ты понимаешь, вот, как ты весь вымотан. Ну, это технический навык, я бы даже скорее, тренировка тела своего рода. Вот, но чаще всего, и самое главное, если у тебя нет терпения и любви, то просто лучше не заниматься фотографией дикой природы, потому что это именно то, что требуется усидчивость, терпение. А всегда ли вот в течение дня можно делать фотографии, или есть какое-то время суток? Нет, ну это в любом учебнике по фотографии, ландшафту вам будет написано, что снимать на так называемые режимные часы, хотя догмы для того и создаются, чтобы их нарушать. Если солнечная погода, если светит яркое солнце, то можно снимать, собственно, только на рассвете и на закате. Ну, час до и час после. Вот, а в середине дня, когда глубокие тени, когда ландшафт не дышит, когда в нем ничего нет, нет магического этого волшебного света, он просто неинтересный, и фотографы в это время отдыхают. Но зато вот, когда непогода, можно снимать весь день. Как ни странно, у меня самое любимое съемочное время – это непогода. Это метель, это туман, это дождь. Тогда света яркого нет, и ты можешь снимать весь день. И причем есть настроение в такой погоде. И, в общем-то, я часто жду именно непогоды и совершенно игнорирую прекрасную с точки зрения многих людей погоду, потому что вот когда ты снимаешь там птицу в метели, зверей в метели, вот, что бы ты ни снял, это все замечательно. Но тоже приходится ловить такие моменты. Вот, например, мне в этом году на Камчатке очень повезло, я, наконец, снял снимок медведей в густом снегопаде. Я очень мечтал снять несколько медведей в густом снегопаде. В этом году мне повезло с этим. Годами. То есть я три или четыре года ездил в ноябре, декабре на Камчатку, чтобы это снять, и не удавалось. Вот. А в этом году удалось. А бывали ли такие моменты в жизни, когда вот, как бы, не было под рукой фотокамеры, но вы видите, что замечательный кадр мог бы быть? Любой фотограф, кто серьезно вот работает, он расскажет, что там столько историй, что оказалось не снятым. У меня их полно. Я такие кадры проваливал, такие ситуации я терял. Фантастически. Ну, да вот прямо сейчас, вот если могу, например, я один раз видел, кит подплыл плотную к берегу и почти вылез на берег. То есть он накат, вот волн, он в этом вот, где пена, прибрежная пена, он терся об берег, может быть, паразитов каких-то от себя сбивал. Но это гигант. Ты, когда смотришь фильм про Китай, это одно, когда ты рядом с собой видишь вот этого гиганта, вылезающего на берег, совсем другое. И тут же пасся медведь. Вот. И вдруг он увидел этого кита. И медведь был ошарашен. Он встал на задние лапы и смотрел на этого кита и не знал, что делать с такой огромной рыбой. Есть ли ее, нападать или удирать надо. И в его виде была вот эта растерянность, что делать. Мне надо было снимать, я был на нормальной дистанции, метров за 80. Ну, далековато. И вместо того, чтобы расщелкнуть, а потом пытаться приблизиться, я начал приближаться сразу. А там оказалось, что чтобы приблизиться, надо было пересечь речку и подняться. И вот когда я залез в эту речку, из речки вылез, приподнялся, стал на 15 метров ближе. Вот. А медведь уже встал на 4 конечностей и начал опять пастись. То есть, как бы он удовлетворил свое любопытство. Эмоция ушла. Да. Ну, и мне пришлось отдельно просто кита снять в этой пене. И все. Вот был потерян снимок. Я таких лучше даже не... Вот сейчас начал вспоминать и сразу опять расстроился, что столько в жизни упущено. Как замечательно беседовать с человеком, который всю жизнь посвящает какому-то делу. Огромное спасибо, Игорь, за эту беседу. Спасибо, что пригласили. Нужно бесконечно разговаривать. Приезжайте к нам еще и рассказывайте вот эти удивительные случаи. Удачи вам в вашем пределах. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!